13 сентября состоялось самое ожидаемое мероприятие 2021 года Мэтт Галла 2021. Все топовые звезды Америки красовались в нарядах от лучших мировых домов моды. Казалось, что там собрался весь бомонд – актеры, исполнители, спортсмены, модели, журналисты. И все в красивых, ярких, сногсшибательных, то ли от красоты, то ли от удивления, костюмах. Казалось, что пригласили всех – Хейли и Джастин Бибер, Ким Кардашьян, Сиара, Джиджи Хадид, Риана, Кендал Дженнер, Шэрон Стоун, Конор Макгрегер, Лесли Грейс, Анна Вентур, Джема Чан, Лили Роуздеп, Эдриан Броуди и Джорджина Чапман, Кит Харрингтон и Роуз Лесли, Эмили Ратаковски, Ирина Шейк, и это только очень краткий перечень звезд. Не присутствовали только Кайли Дженер, Белла Хадид и Чита Сасекских. Хотя очень многие были уверены, что Меган не упустит возможности вернуться в мир шоу-бизнеса. Да и себя показать надо, как же без этого. Так что же не так с Гарри и Меган? Почему позвали всех, кроме них? На Мэтт Галла ведь собираются все сливки общества. И это прекрасная возможность обзавестись новыми знакомыми. Официального объяснения произошедшему нет. Но я нашла несколько теорий, которые могут показаться вполне правдоподобными. Гарри и Меган не так уж и популярны в Штатах. А на мероприятия звали всех суперизвестных и знаменитых. И что-то в этом действительно есть. Каждый из присутствующих добился успеха в какой-то сфере. Кто-то стал известным исполнителем. Кто-то моделью. Кто-то актером. Меган же пока стали знаменитой из-за своих скандалов. Да и то, пара получила приглашение, но отказалась идти. Это, конечно, может быть, но верится в это слабо. Чтобы Маркл отказалась от бесплатного пиара. Да не в жизни. Хотя, да, им же дочь не с кем оставить. Няни Тео нет. А Дория, видимо, была слишком занята. Это сарказм, если что. Пара настолько увлечена созданием контента для Нетфликса, что им некогда куда-то ходить. Поэтому они не обращают внимания на проведение подобного рода мероприятий. Правда, новый контент мы так и не увидели. И не услышали. Если только не считать контентом желание сосекских вернуться в Британию и встретиться с королевой. Лично я думаю, что пару не пригласили потому, что они не столь популярны. Ну, правда. После переезда в Штаты они так и не сделали ничего путного. Только скандалы и интервью устраивали. На этом все. А это сомнительный повод для гордости, правда. Но у сосекских есть еще год, чтобы добиться хоть какого-нибудь положительного успеха, и тогда их, может быть, пригласят на такое мероприятие в следующем году. Хотя, а вы как думаете, почему их не позвали? Пи-эс, еще фото с мероприятия есть в моем. Решетка Мэтт. Гала. Герцогиня Кембриджская встретилась с британскими солдатами, которые эвакуировали 15 тысяч афганских беженцев из Кабула. Кейт Мидлтон, которая не появлялась на публике с июля, спровоцировав слухи о своей беременности, наконец вышла в свет. Герцогиня Кембриджская нарушила свое затворничество ради благой цели. Она встретилась с британскими военными, которые, рискуя жизнями, спасали беженцев из Кабульского аэропорта. Об этом пишет Daily Mail. Военные взяли участие в операции Питинг и спасли более 15 тысяч человек. Кейт встретилась с ними в центре репатриации ВВС Брайс Нортон. На военную базу герцогиня прибыла в военном вертолете Сикорский С-76 и уже опубликовала пост в соцсетях, назвав военных невероятными людьми. Для официального визита она оделась демократично и элегантно. Кейт осмотрела самолет, на котором производилась эвакуация, и поговорила с военными. Напомним, операция Питинг началась 13 августа, когда военнослужащие Великобритании начали высадку в Афганистане, чтобы поддержать эвакуацию из страны своих сограждан и работавших с ними афганских специалистов. По оценкам главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, под действие программы переселения афганских переводчиков и консультантов в королевство попадают более 5 тысяч человек. На британское гражданство они смогут рассчитывать после пяти лет проживания в Великобритании. Бывший личный секретарь Кейт Мидлтон и принца Уильяма Джейми Лоутер Пинкертон в беседе с Пипл раскрыл секрет семейного счастья пары. По его словам, супруги имеют контрастное прошлое, что позволяет им поддерживать друг друга. У него есть опыт и знания об учреждении и ведении того, как оно развивается. Герцогиня привносит прагматическое понимание того, что значит быть из приличной и практичной семьи, рассказал Лоутер Пинкертон. Он добавил, что Кейт и Уильям учатся здоровым семейным отношениям, в том числе и у родителей Мидлтон, которые женаты с 1980 года. Слава богу, они есть друг у друга и у них есть полученная подготовка, отметил Джейми. Кроме того, пара берет пример из семьи принца, его бабушки-королевы Елизаветы II и ее мужа, которые прожили вместе более 70 лет. Герцог и герцогини кембриджские прожили вместе только 10 лет. У них установилась прочная связь за последние 10 лет. Честно говоря, даже если бы вы обыскали все королевство, лучшей пары не найти, считает их бывший сотрудник. Ранее сообщалось, что на фоне слухов о новой беременности герцогини кембриджская решила выйти в свет. 15 сентября Кейт Мидлтон посетит авиабазу Реф-Брезе Нортен в Оксфоршире, где встретятся с участниками операции по оказанию гуманитарной помощи в Афганистане. Среди них будет экипаж ВВС Великобритании и медики, которые оказывали помощь населению в аэропорту Кабула. Герцог и герцогиня Сасекские хотят встречи с королевой, чтобы поддержать за счет этого свой статус и заработать еще больше денег. Об этом сообщает Daily Star. Как заявил колумнист Daily Mail и эксперт по королевской семье Эндрю Пирс, сохранение связей с родственниками Великобритании будет иметь решающее значение для дальнейшего успеха принца Гарри и Меган Маркл США. Они понимают, что их единственная возможность и дальше хорошо продаваться в Соединенных Штатах, использовать связь с самой знаменитой женщиной в мире, королевой. Вот почему они так хотят встретиться с ней, пояснил он. Журналист Ричард Идден предположил, что эта встреча нужна обеим сторонам. Принц Гарри и Меган Маркл по его словам хотят поддерживать связь с членами королевской семьи, а те в свою очередь желают, чтобы Кристина, дочери герцога и герцогини Сасекских Лилибет состоялись в Британии. Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции с королевой Великобритании Елизаветой II. При дворе посчитали, что такая встреча возможна, однако напомнили, что отношения герцога и герцогини Сасекских с королевой переживают не лучшие времена. Принц Гарри и Меган Маркл сложили обязанности членов британской королевской семьи 1 апреля 2020 года. Чтобы переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, они отреклись от обращения ваше королевское высочество, госфинансирование, торговой марки Уэс Ройл. Подписав договор с видеосервисом Netflix, супруги добились финансовой независимости от королевской семьи. Эксперт уверен, сейчас Меган прилетает тот бумеранг, который она кинула, негативно отзываясь о королевской семье. И что у семьи такое же право критиковать свою родственницу, как и у самой Меган выставлять в неприглядном свете БКС, это палка о двух концах. Эмоционально заявил Джонатан Сакердоти зданию экспресс. Ко? Юкей. Тут я согласна и не согласна. Вообще, я не сторонник того, чтобы члены одной семьи критиковали друг друга в публичном пространстве. Покричите друг на друга на собственной кухне, зачем полоскать свое грязное белье на глазах у общества. И как ни странно, в защиту не слишком любимой и уважаемой мною герцогини Сасекской. Могу сказать, что она до своего замужества с принцем Гарри, и некоторое время после него о своей семье плохо не отзывалась. Если и говорила, то довольно скупо и уж точно без негатива. А вот родственники были не столь сдержаны. Мама Дория после первого же комментария. Как я рада, мой цветочек всегда хотела стать принцессой. С прессой общаться перестала. Папа Томас, а также единокровные старшие брат и сестра, Томас Эмель и Саманта никак не могли определиться в гражданской позиции. Папа сначала нахваливал дочурку, потом после скандала с его предсвадебными постановочными снимками, сделанными папарацци, мнение сменил. Дочь стала плохой. Томас Эмель зачем-то написал в адрес принца Гарри открытое письмо, в котором еще перед свадьбой предупреждал, что его высочество делает неверный выбор, а его сестра Мэган – самый худший вариант для женитьбы. Томас имеет право на собственное мнение, но он мог высказать его Гарри не столь публично. Уж точно не через СМИ, Саманта тоже штормила. Она то обвиняла сестру Мэган в социальном альпинизме, то меняла курс на 180 процентов и рассказывала, что ее сестричка вполне себе милая девушка. Напомню, в те времена Мэган ни о своей собственной, ни о королевской семье не говорила ничего плохого.